Восточный экспресс Сразу после записи я попробую это сделать Какие вам нравятся? Вот такой Наверное, вот сейчас только что прошел День Святого Валентина, китайцы отпраздновали Наверное, кто-то из наших зрителей, из мужей, уже выбрал для своей жены как раз такой телевизор Как вы думаете? Ну, может быть, хотя я не уверена, но этот день отмечают не муж и ума, а влюбленные пары Ну, события этого дня мы запечатлели на пленку и предлагаем вам посмотреть Иронические стихотворные строки так и просятся на язык при виде очереди в магазин, где продаются пышные букеты Цветок настолько терпелив, насколько ты нетороплива Я заплачу двойной тариф, как член мужского коллектива И без сомнения дождусь вознаграждения за утраты От Суйфунха недалекаты, ведь здесь почти что та же Русь Впрочем, Россия сама-то католический праздник Святого Валентина стала отмечать совсем недавно И как бы представители официальной конфессии не старались, люди в пику им еще больше прославляют Человека, которого именно в этот день, много лет назад, лишили головы Сейчас люди теряют голову от любви по доброй воле И простаивают в очередях, чтобы порадовать своих ненаглядных среди зимы роскошными цветами Однако для китайцев эта дата никак не связана с конкретной исторической или церковной личностью 14 февраля здесь называют Цингжэнзиа Это означает День любовников Хотя, конечно, пуританские настроенные граждане переводят День влюбленных Совершенно четкую грань здешние молодые люди провести не желают За них это делают обстоятельства Белая лилия – это показатель одного уровня отношений А красная роза – это нечто совсем другое Если при этом еще закупать корзинами, да с несколькими адресами То речь вообще идет о корпоративной культуре обольщения простодушных сотрудниц Вручение корзины или даже одного цветка – акт в высшей степени символический После него день, посвященный ожиданию Справедливости ради отметим, что специального ритуала пока еще не выработали Применяются те, что свойственны празднику фонарей Это ведь он изначально выполнял функцию Дня любовников Поэтому, собираясь вечером в бар или ресторан Молодая китайская пара готовится к тому, что полумрак будут освещать именно такие традиционные фонарики На юге их ночью запускают в небо На севере это невозможно Но может быть это и к лучшему Пожарники, во всяком случае, наверное, думают именно так Недавно в печати появились сообщения Что некоторые очень состоятельные любовники Стараются делать друг другу в этот день совсем уж королевский подарок А именно пластическую операцию Правда, непонятно, кому в этом случае доставляется удовольствие Сухиха пока не посетила эта высокая мода Зато для любителей изящного В специальном салоне свое искусство показывают стройные танцовщицы Их природа уже наделила красивой внешностью Которую не грех и продемонстрировать в более полном объеме, чем обычно Этот вечер настраивает на романтический лад И молодые люди строят планы на будущее Кто-то на несколько ближайших часов А некоторые на всю оставшуюся жизнь И даже дальше Субтитры создавал DimaTorzok